Курс евро 65 рублей. В мобильном приложении банка евро можно купить меньше, чем за 70. Поэтому всех интересует только два вопроса. Во сколько обойдется машина из Германии и можно ли сейчас привезти ее в Россию? Давайте разбираться. Начнем с привычного. Покупка БУ машин в возрасте 3-5 лет напрямую на Россию. Напомню, что именно такие машины возят чаще всего, так как их выгоднее всего везти из-за особенностей таможенных пошлин. Сейчас прямого запрета на покупку машин россиянами нет, покупайте на здоровье. Есть только ограничения в стоимости 50 тысяч евро нет-то. Причем ограничения не только по цене, есть еще список марок и моделей, которые продавать на Россию нельзя. Плюс вывоз машины может упереться в личное мнение таможенника на границе Евросоюза, но в целом 99% того, что возили раньше, спокойно проходят и новые ограничения нас не трогают. Достаточно сначала узнать в немецкой таможне, готовы ли они оформить экспорт конкретной машины на Россию и если они дают добро, можно покупать. Для того, чтобы купить, как и раньше, нужно перевести сумму брута в Германию. Разумеется, переводить нужно евро. Насчет возможности сделать это нужно уточнять в каждом случае отдельно, все зависит от конкретного банка. Но глобально, так или иначе, люди находят способ оплатить машину. Например, у меня в телеграм-канале авторевизора как раз была дискуссия на этот счет и там подписчики прикладывали скрины общения со службы поддержки крупного банка. И им ответили, что по договору купли-продажи они переведут немецкому юрлицу деньги без проблем. Кстати, я всех призываю подписываться на телеграм-авторевизора и авторевизора реставрации, потому что инстаграм у меня практически не работает. И вот все, что вы пишете в директ, я это прочитать не могу. Итак, после покупки и оформления экспортных документов остается доставить машину. Напрямую на Россию из Европы больше ничего не ездит и не плавает. Поэтому теперь транзит через Республику Беларусь работает не напрямую. Машина доезжает до границы на автовозе с европейскими номерами, там ее перегружают на автовоз с белорусскими номерами и она дальше едет на Россию. Также вроде бы есть возможность забрать машину самому, потому что ковидные ограничения на въезд в Европу отменили. Говорю вроде бы, потому что ситуация может измениться в любую секунду. Я знаю точно, люди забирали машину из Финляндии, из Германии ее отправили в Котку, оттуда уже поехали в Россию своим ходом. Дальше остается получить электронный ПТС и ГЛОНАСС. Тут тоже не все гладко, модули ГЛОНАСС сейчас в дефиците, но если при оформлении машины оплатить премиум подписку, то все всегда есть в наличии и на следующий день у вас будет электронный ПТС. После этого остается только ждать от немца возврата НДС. Напомню, что машину в Германии вы покупаете по принципу такс-фри. Сначала платите полную сумму, а после вывоза и растаможки получаете от продавца 19% стоимости. И вот тут самый непонятный момент. А вернут ли эти 19% и что делать, если не вернут? Потому что санкции ввели столько, что никто в них не разберется и через 10 лет. Поэтому, когда дело дойдет до перевода нескольких тысяч евро в Россию, возможно немец-продавец решит, что проще перестраховаться и деньги в Россию не переводить. Еще после того, как немцы получат деньги из России, не исключено, что они будут проверять платеж дольше обычного и могут даже потребовать от вас какие-то бумаги. Ну и точно так же нужно быть готовым, что немец вообще без причины откажется продавать машину на Россию или принимать деньги из России. Кстати, такое и раньше было. В общем, чтобы не рисковать и не экспериментировать на самом себе и своих деньгах, есть альтернативный путь покупать машины не напрямую на Россию, а возить их из Европы, например, через Белоруссию. Потому что в отношении ее граждан ограничений гораздо меньше. Плюс бонус в виде льготной растаможки. И сразу про нее. Тема с льготной растаможкой в Белоруссии для дальнейшего ввоза в Россию мне потенциально никогда не нравилась. И я такими схемами никогда не пользовался. Потому что, согласно указу 140, 50% таможенной пошлины возмещается инвалидам и многодетным при ввозе транспортного средства для личного пользования. Очевидно, что когда машину таможат на льготника в Белоруссии и она сразу же уезжает следующему хозяину в Россию, никакого личного пользования не происходит. А значит и повода для возмещения половины пошлины нет. И потенциально такие машины могут в какой-то момент получить юридические проблемы. Плюс услуги льготников стали стоить столько, что таможить на них есть смысл только трехлитровый мотор или еще что-то большее. Но главное, что при оформлении машины в таком порядке, она юридически вам не принадлежит. Она принадлежит гражданину Белоруссии, на которого она оформляется, как и НДС, которые за нее вернут. Поэтому, пользуясь таким способом получения автомобиля из Европы, нужно быть осторожным и трезво оценивать риски и выгоду. И не забывайте, что после растаможки в Белоруссии вам все равно придется ехать в нашу таможню, оформляться, получать глонасс и электронный ПТС. Поэтому смело прибавляйте к цене машины там еще тысячу две евро. А можно ли привезти сейчас новую машину? Ведь с покупкой новых машин у нас ситуация еще в прошлом году была непростая. Можно. Но снова, не напрямую. Машину придется завозить в Россию через Казахстан. Через Казахстан также можно завозить машины дороже 50 тысяч евро. Причем, если мы говорим про новые машины, а с точки зрения таможни это машины в возрасте до трех лет, то таможенные платежи выходят даже меньше, чем если таможить машину напрямую на Россию. Связано это с тем, что в Казахстане в два раза ниже МДС и машину оценивают не по каталожной стоимости, а потому, что нарисовано вкупчей. Самое крутое, что в Казахстан можно переводить рубли, а евро за машину они уже конвертируют и переведут немцу сами. Но риски те же, что и в случае, если вы везете машину через Республику Беларусь. В какой-то момент времени полностью оплаченная вами машина принадлежит не вам, а гражданину соседнего государства. Плюс из-за того, что вы покупаете не напрямую, вы не можете точно знать, что именно и за сколько денег куплено. Поэтому снова призываю всех трезво оценивать риски. По сути, если вы хотите привезти машину на заказ из Германии или США или Европы, есть только одна схема, когда вас 100% не кинут, не зажмут НДС и ни ваши деньги, ни машины не пострадают. Это рассчитываться за машину уже после получения автомобиля. Именно такую схему доставки машин я сейчас налаживаю. Потому что, несмотря на то, что пилотная партия машин приехала без проблем, назвать покупку и доставку прозрачной и надежной на 100% я не готов. Так что, простите все, кто писал на почту и кому я не ответил, временно я не брал никаких заказов, чтобы не рисковать чужими деньгами. И в очередной раз напоминаю про кучу мошенников, которые сейчас активизировались, и про развод на предоплату. Причем развод качественный, с кучей отзывов, с дорогой рекламой, якобы с официальным договором с немецкой фирмой, но это все равно развод на предоплату. Не ведитесь, проверяйте реальные цены на мобили.де, а таможню на tks.ru. Кстати, а что с ценами? Какие они в итоге получаются? Сразу скажу, что для примера я взял расценки на доставку и оформление, которые могут измениться в любую сторону. Это просто для ориентира, чтобы примерно понимать, что во сколько обходится при курсе 70 рублей за евро. Итак, начнем с простого. Megane Universal 2018 года из Германии с роботом выходит от 17 тысяч евро. Это где-то 1,2 миллиона. Если вы откроете автору, то увидите, что у нас цены на эти машины такие же. Фассат 2018 года с роботом из Германии обойдется от 20 тысяч евро. Это 1,4 миллиона. На автору цены начинаются от 1,8 миллиона. Уже интересно. Трешка BMW 2018 года с дизелем 2.0 и автоматом из Германии выходит от 23 тысяч евро. Это где-то 1,6 миллиона. И на автору цены стартуют примерно с той же отметки, хотя выбора нет совсем. А вот если взять трешку G серии, то она из Германии выходит от 34 тысяч евро. Это 2,4 миллиона. А на автору цены начинаются от 2,8 миллиона. Совсем привлекательные цены получаются на BMW X3. Из Германии машина поколения G обойдется от 33 тысяч евро. 2,3 миллиона. У нас же даже если брать битого американца из Белоруссии, то дешевле 2,7 миллионов не выйдет. А по факту цены начинаются от 3,1 миллиона. И да, я неспроста рассматривал в примерах в основном BMW, ведь теперь, покупая немца, нужно подумать и о его обслуживании. А из всех немцев сейчас наименее проблемные именно BMW. У них нормальные крепкие моторы и нормальные крепкие коробки. А их обслуживание не требует постоянной онлайн-поддержки производителя. Говорю это не от любви к марке, а исходя из опыта обслуживания BMW в нашем сервисе. Нам даже в нынешних условиях удается осуществлять любой ремонт этих автомобилей, включая переборку коробок, реек, раздаток и ремонт кузова, и производить любое дооснащение. А тот же VAC теперь почти весь на роботах. И очень многое из того, что продается в Германии, уже просят замены маховика. А то, что продается по низу рынка, замену сцепления или мехатроника. И снова это не пустые слова, а вывод на основе тех машин, что я уже доставил. Итог. Привезти из Германии можно, машины едут. Но каким бы привлекательным ни казался курс, к покупке нужно подойти с максимальной осторожностью. Потому что есть риск, причем вполне реальный, потерять все. Если не уверены на 100%, лучше подождать пару недель, пока набьются первые шишки и все попривыкнут к новым условиям. А в эти пару недель можно заняться самым главным. Найти надежный способ перевода денег. Кстати, делитесь в комментариях своим опытом и знаниями на эту тему. Ну а пока самым безопасным, удобным и реальным способом остается искать машину на автору среди тех, что привезли из Европы на продажу в Белоруссию. Ссылку на автору, где я для вас уже настроил все нужные фильтры, я оставлю в описании к этому видео. Подписывайтесь на канал, буду держать вас в курсе и сообщать всю актуальную и нужную информацию на тему автомобилей из-за границы. И традиционно желаю всем вам ездить только на хороших машинах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok